Коллеги, позвольте предоставить слово президенту Индонезийского психологического общества, профессору факультета психологии Университета Ирландии, Индонезии, Сегео Хандоя, Индонезия. Доброе утро, дамы и господа. Я счастлива здесь выступить перед вами. Сегодня я буду говорить о том, каковы проблемы существуют в Индонезии в отношении воспитания детей. Я три основных предмета хотел бы осветить. Прежде, это то, что касается Индонезии непосредственно. И также поговорить о программах по воспитанию детей в различных междисциплинарных сферах. Республика Индонезия является университетным трансконтинентальным государством. И здесь есть несколько территорий в океане. И мы находимся между Индийским и Тихим океаном. И это самая крупная островная страна в мире. Где-то 13 тысяч островов объединяет. Но здесь все вместе на основе мультикультурного развития, мультиэтнического. И 34 провинции охватывают 3 тысячи этнических групп. И японцы – это самая крупно доминирующая этническая группа. И мы имеем этническое разнообразие, плюрализм. И эта территория и мусульманская, и охватывает другие религии. И мы говорим все время о разнообразии, о том, что и разъединяет, и объединяет Индонезию. Где-то у нас 700 различных диалектов и языков, на которых говорят в Индонезии. И Индонезия основывается на определенной кадровой политике и политике человеческих, объединения человеческих ресурсов. И где-то 27 лекторов университетов занимаются этой проблемой. И также 1500 психологов являются членами сообщества психологического. 19 университетов предлагают магистрские курсы по психологии. И Ассоциация по психологии Индонезии располагает мощными ресурсами. Я уже говорил о 27 провинциях, которые охвачены этим образовательным ресурсом. В основном все они сконцентрированы там, где находится японская часть, потому что прочие провинции весьма бедные, и сложно их охватить подобной специализацией. Тем не менее, у нас есть определенные отраслевые учебные заведения, которые занимаются именно проблемой психологии детей и воспитания детей. В такой большой стране, как Индонезия, и мы, кстати, являемся очень мощной экономикой, и мы как раз заняты вопросом воспитания детей и образования детей. И где-то одна треть населения Индонезии составлено детьми в возрасте до 15 лет. Мы говорим о том, что дети и студенты учащиеся учатся, зарабатывают медали, и также они участвовали на 11-й Олимпиаде и завоевали много медалей на этой Олимпиаде. Тем не менее, мы сталкиваемся с рядом проблем в отношении детской психологии, и ее сложно решать пока на страновом уровне. Часть проблем Индонезии возникают на уровне от 6 до 15 лет. И дети начинают обучение в специальных классах, и это базовое образование, это начальная школа. Многие, кстати, и заканчивают начальным образованием. Иногда дети являются жертвами различных насилий и унижений в школах. И также выросла статистика по киберпреступлениям и по детской порнографии. И многие, к сожалению, дети становятся жертвами сексуального насилия, также эксплуатации детского труда, и дети также являются жертвами и похищения. У родителей. У родителей, от родителей. И дети... Здесь мы говорим о такой статистике, как 1,6 миллионов людей, и только небольшой процент предполагает инклюзивное образование. Для такого рода детей, 1,6 миллиона, на уровне правительственных организаций, на уровне неправительственных организаций, также Ассоциации психологии. Мы пытаемся решить эти проблемы и, в частности, обеспечить превентивный характер этой ситуации в Индонезии. И данная программа была разработана с учетом психологических концепций и базовых теорий воспитания детей. Программа номер 1 – это мастер-классы, которые были инициированы Министерством здравоохранения. Два занятия также для беременных женщин и также для матерей с маленькими грудными детьми. И специальный класс для матерей является абсолютно необходимым по приобретению навыков воспитания детей в раннем возрасте. И также мы говорим о прививках, иммунизации, возможностях кормления, об использовании различных нутриентов, борьбе с болезнями и прочие программы, которые связаны с этими аспектами. И все это делается в рамках международной программы по планированию семьи. И также мы обеспечиваем определенную серию занятий для родителей по воспитанию детей и отражая все аспекты жизнедеятельности ребенка. Третья программа – образование родителей. Все это реализуется под эгидой Министерства образования и культуры. И дети, и родители, и школы взаимодействуют в рамках этой программы. Здесь вот эти совместные программы обеспечивают диалог между детьми и родителями, и школой. И, соответственно, родители могут переносить эти практики на другие семьи. И существуют специальные группы, такие фасилитаторы, которые обеспечивают плавный ход этой программы. И также я хочу сказать о программе, которая предполагает участие родителей во многих мероприятиях и видах деятельности, предназначенных для детей. Родители приходят в класс, показывают какие-то интересные навыки, рассказывают истории, участвуют в организации праздников, также обеспечивают посещение домов различных семей. И это является частью общей программы воспитания детей. Четвёртая программа – дети, которые имеют особые потребности. И это программа «Эрланга» нашей ассоциации. И мы обеспечиваем подготовку детей со специальной потребностью, в частности с аутизмом. И обеспечиваем определенный уровень знаний и навыков для таких детей, чтобы можно было объяснить характеристики аутизма и предложить определенные метрики по борьбе с аутизмом и соответствующие стратегии и коммуникации в социальной сфере, получение информации в опорно-двигательной деятельности. И показываем, как реализовывать основные стратегии в обращении с детьми с аутизмом. Пятое – психологические курсы для специалистов раннего развития. Чтобы увеличить количество людей, которые получают доступ к такому образованию, правительство города Абдурабая установили специальный курс по обучению детей раннего возраста, в этом классе учатся матери, которые не имеют специального образования в работе с детьми для раннего развития. Также там работают волонтеры, матери, у которых есть такое развитие, такое образование. Такой курс проходит около шести недель. Все это делается властями города для того, чтобы улучшить образование в этой сфере. Шестое – ассоциация психологов Индонезии также выпускает специальную программу по раннего развития детей, для того, чтобы люди понимали самые базовые вещи по лидерству. Это создает возможность дать образование людям в этой сфере и понять, как важно лидерство, а также учат различным лидерским моделям. В Индонезии есть огромное количество программ, которые проводят специальные программы для тех специалистов, в которых недостаточно квалификации. Это дополнительные курсы для тех, кто хочет получить дополнительную специальность, либо повысить существующую специальность. Есть специальные программы для родителей. Мы практикуем различные подходы. Мы делаем все возможное, чтобы изменить отношение родителей к своим детям, а также их воспитанию. Мы хотим распространить знания о психологии людям, чтобы они смогли применять это в жизни, чтобы они могли рассказывать об этом другим, улучшать свое образование, с психологической точки зрения быть готовыми работать с своими детьми. поэтому мы реализуем эти программы для того, чтобы повысить чувство самообразования собственного достоинства и то, чтобы они могли применить свои новые навыки и компетенции. Мы помогаем участникам понять, что мотивирует их. Даем их дополнительную мотивацию. Мы хотим распространить знания. Также очень важно получить для нас индивидуальный отзыв от каждого студента. Также у нас есть специальные программы по разрешению споров и конфронтаций. Здесь мы рассматриваем вопросы эмоционального контакта, прошлого опыта и работа с ними. Также мы объясняем людям важность в таких курсах. Итак, большое спасибо за ваше внимание.